Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи канал Изис Кальпин и давайте сегодня разберемся, делать же ли нам активности в экосистеме Arbitrum Nova, будет ли от них дроп или нет. Ну, в самом начале хочется сказать, что в них занесли, как и просто в Arbitrum, 120 миллионов долларов. Я думаю, это довольно-таки неплохой звоночек для того, чтобы все-таки минимум здесь какой-то дозделать обязательно. И у них, скорее всего, по идее, должен быть свой токен, своего блокчейна, поэтому я советую вам не скипать, потому что здесь транзакции очень дешевые. И самое дорогое, наверное, для вас будут, это, конечно же, переводы через сам официальный мост. То есть, условно, если у вас эфир в майонете, все, что вам нужно будет делать, самое первое действие, это из L1 перевести в L2. Просто вам нужно будет у вас на MetaMask иметь чуть-чуть эфира, его переводим в Arbitrum Nova. Здесь комиссия у нас, там что-то около 3 долларов в одну сторону, и также потом на вывод идет около 4 долларов. То есть, помним, что при дропе в обычном Arbitrum был мультипликатор как ввод из L1 в L2, так же и вывод из L2 в L1. Помним, следующий критерий, который обрезал вроде бы баллы, это все активности за 48 часов. То есть, желательно, вы можете, например, там сделать основную часть своей работы там в первые сутки, и потом просто раз в недельку заходить и делать там какую-нибудь транзакцию, чтобы поддерживать активность. И также активность сети, то есть, помните, да, там 2, 6 и 9 месяцев вроде было, поправите потом, если что-то не так. Итак, что нам нужно будет сделать? Мы сначала перевели наши средства из эфира в Arbitrum Nova, после чего следующим действием вы можете посмотреть всю эту экосистему. Но давайте выделим несколько проектов. Самое основное, это, конечно же, взаимодействие со смарт-контрактом. То есть, вы можете, как покупать, например, продавать NFT-шки на у них маркетплейсе, вот, например, Tofu NFT, либо, как я, например, набивал, просто делал свапы туда-сюда. То есть, возможно, здесь будет еще и какой-то торговый оборот, как был в Arbitrum, там, минимум 10 тысяч долларов. Многие на этом погорели, думали, и тысячи хватит. Ну, я бы вам советовал по минимуму сделать хотя бы самое минимальное. Это просто сделайте 100 взаимодействий со смарт-контрактом. То есть, условно, смотрите, если у вас есть чуть-чуть эфира, давайте я 001 сделаю свап на USDC. И посмотрите, какая просто комиссия в данном блокчейне. Это просто смешно. 3 цента, то есть, по факту на 100 транзакций у вас уйдет всего лишь 3 доллара. Я думаю, не очень затратно. Тут можно было даже, как говорится, мультяки прогнать, несколько штук на всякий случай. После того, как вы сделали некие взаимодействия, а точнее свапы, можете, конечно, добавлять ликвидность. Но, я думаю, мы бюджетный вариант рассматриваем. И следующее, это то, что я и показывал. Это вы сможете покупать и продавать NFT-шки на Tofu NFT, например. Я выбираю этот Marketplace. То есть, условно, нажимаем Marketplace, Home. И давайте пойдем в самый низ. И здесь вот ищите какую-нибудь дешевую коллекцию. Так, вот Collections. Не знаю. Ну, давайте посмотрим что-нибудь из этих. Обязательно выбираем с галочкой желательно коллекцию. Переходим сюда. Давайте, что у нас? Low to High выбираем. И посмотрите на цену данной NFT-шки. То есть, нажимаем Buy. Смотрим, она стоит 12 центов. Почему мы не купить? Это тоже будет некое взаимодействие со смарт-контрактом. Ага, Arbitrum. Точно. Не поменял. Извиняюсь. И давайте переключимся на Arbitrum Nova. То же самое. На основную страницу. Переходим. Вот, вот теперь эти NFT-шки уже более-менее похожи. То, что я раньше искал. Так, ну давайте, наверное. А вот, в принципе, хорошая будет цена у этих медведей. Так, выбираем Low to High. И тоже 0.05. То есть, это будет, ну, кстати, около 8 долларов. То есть, просто нажимаете на него Buy. И здесь Buy подтверждается. Да, я сейчас не буду покупать. У меня уже там какое-то количество NFT-шек имеется. То есть, самое основное. Я как бы советую вам сделать 10 взаимодействий с NFT-шками. То есть, например, там купили-продали, купили-продали. Потому что это все-таки блокчейн под игры, под NFT скоростной. Поэтому я думаю, это будет не лишним. То есть, понятно, да? То есть, через основной мост заводим деньги. Дальше делаем хотя бы 100 транзакций условно. То есть, на 100 транзакций у вас уйдет всего лишь 3 несчастных доллара. И можете тут попокупать и попродавать NFT-шки. Можете одну NFT-шку любую оставить в холл. Пусть валяется на всякий случай в кошельке. И помним про еженедельный свап, например. Или взаимодействие любого со смарт-контрактом. Чтобы у вас была ежемесячная активность в данном проекте. Если вы хотите более подробно узнать о данном проекте, о будущих дропах, которые будут, вы можете по первой ссылке в описании перейти в мой телеграм-канал. Также там будет ссылочка на мой телеграм-пост. В описании под видео, где вы сможете найти все необходимые ссылки и мосты по данному проекту. Ссылка на мой телеграм-пост будет в описании под данным видео.